Продолжение следует... 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 препарата, который выражается в том, что через какой-то период, даже в день приема препарата у пациентки появляется тошнота, головокружение, головные боли без причины. Нужно срочно обратиться к врачу в данной ситуации. Особую тревогу вызывают выделения при беременности. Если врач при угрозе самопризвольного аборта назначает дюфастон, то конечневые выделения должны прекратиться, но могут появиться обильные желтые выделения, что является нормой при употреблении большой дозировки дюфастона. Вообще выделения при приеме дюфастона при беременности требуют корректировки дозировки. Врач постепенно по показаниям может увеличивать дозировку дюфастона до 6 таблеток в сутки. Соответственно, после стабилизации состояния, после нормального самочувствия пациентки сразу отменять дюфастон нельзя. Его отменяют постепенно в течение нескольких недель. Будущим мамам требуется незамедлительная медикаментозная помощь при возникновении дополнительных симптомов. Сильные тянущие, режущие боли в животе или в пояснице. Повышение температуры до значения 39-40 градусов. Кровяные выделения с густками. Поделение крови в период лечения дюфастоном могут быть в такой ситуации, когда все-таки уже произошло начало самопроизвольного аборта, а потом уже присоединили лечение дюфастоном. Требуется госпитализация срочно. Кроме того, возможно, развитие внематочной беременности, недиагностированной. Госпитализация. Может быть отслойка плаценты на поздних сроках беременности. В этой ситуации тоже требуется госпитализация. Пить дюфастон назначается с целью сохранения беременности и предотвращения выкидыша. Спровоцировать прерывание или замерзшую беременность или отслойку нормально расположенной плаценты препарат не может. И если женщина начала пить дюфастон и у нее произошел выкидыш, причина заключается не в лечении дюфастоном, а в том, что его поздно начали, либо у клада были пороки развития несовместимой жизни, на ранних сроках особенно. Многие женщины пугаются, когда видят коричневые выделения на нижнем белье и отказываются от приема препарата в дальнейшем. Делать этого нельзя. Отменять дюфастон нужно постепенно, как я уже говорила, по схеме, назначенной врачом. После отмены дюфастона также возможно появление выделений. Если женщина резко прекратила принимать препарат, то причина заключается в синдроме отмены. Для него характерно и ухудшение состояния, и задержка месячных, появление межменструальных кровяных выделений. Организм должен подготовиться к дальнейшем самостоятельной выработке прогестерона, поэтому отмена происходит постепенно, с ежедневным уменьшением количества принимаемых таблеток. Вторая причина – наступление беременности. Прием препарата может осуществляться с 5 по 25 день менструального цикла. Если в этот период произошло оплодотворение яйцеклетки, то кровяные выделения могут свидетельствовать, как я уже говорила ранее, о прикреплении имплантации эмбриона к стенке матки. При отсутствии менструации в положенный срок необходимо сдать кровь на общий бета-хабыче или провести тест на беременность. Стоит учитывать, что если беременность наступила, следует сразу уведомить об этом лечащего врача. Возможно, потребуется проведение еще нескольких терапевтических курсов кефаратом юфастон. Белые выделения могут быть причиной молочницы на фоне снижения иммунитета при беременности. Если выделения белые при юфастоне сопровождаются зудом, то можно предположить наличие молочницы и следует дать дополнительные анализы. Молочница, кандидоз, одно и то же. Выделения коричневого цвета могут быть связаны с наступлением менструации на фоне приема дюфастона. То есть при нарушениях менструального цикла назначают дюфастон. Действие препарата направлено на восстановление цикла и нормализацию выделяющегося объема крови. На фоне приема дюфастона коричневые выделения вместо обильного кровотечения, обильных менструаций становятся менее обильными, иногда скудными. Дюфастон является современным, эффективным препаратом, использующимся для восстановления менструального цикла, лечения бесплодия, сохранения беременности. На фоне его приема возможно появление коричневых, незначительных, мажущих выделений, которые в большинстве случаев являются нормой. Но при любых отклонениях и продолжительных выделениях следует обратиться к врачу.